Глупее решение Украины запретить поставку своих товаров в Крым сложно и представить, заявили сегодня на полуострове. Пытаясь устроить блокаду, Киев обеспечил блокаду украинским же производителям. Те компании, что отправляли продукцию крымчанам, оказались не у дела. Теперь вынуждены спешно думать, куда девать груз и что делать дальше. А что касается замещения, те мизерные 5%, именно столько закупали у Киева, найдут чем заменить уже в ближайшие дни. Репортаж Юлии Ольховской. Давай, давай, давай! Депутаты украинского парламента, представители так называемого Меджлиса крымских татар, поддерживающие действия официального Киева. На данный момент для грузовиков закрыты все три пропускных пункта. Чеплинка, Каланчак и Чингар. Легковые автомобили пропускают лишь если они вообще ничего не везут, либо если вес груза не превышает 50 килограммов. Акцию поддерживают и некоторые украинские СМИ. Снимают автомобильные очереди с воздуха, размещают музыкальные ролики. Официальный Киев как будто не замечает, что граница перекрыта уже вторые сутки. У водителей, которые застряли в очереди, возникает вполне логичный вопрос. Почему ни власть, ни правоохранительные органы никак не реагируют на действия радикалов? У меня есть все документы на то, чтобы я мог проехать. Если заплатили государству все взносы, наверное так, если таможня мне дала добро, кто мне должен запретить? Я не могу понять. Кто отменял экономические правила жизни? Никто не отменял. Кромеоборот товара. Это деньги, это идут на пенсии должны, налоги какие-то платить. Ну как это так? Представители милиции на границу приехали, но движение разблокировать даже не пытаются. При этом и с украинской, и с российской стороны все контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме. Однако грузовики до них не доезжают. Их разворачивают за несколько километров до границы. Никаких сбоев нет. То есть мы готовы к оформлению лица транспортных средств, следующих как на въезд в Российскую Федерацию, так и на выезд из Российской Федерации. По мнению политологов, идея устроить блокаду полуострова выглядит как минимум странной, если вспомнить заявление президента Порошенко о том, что Украина не должна забывать о Крыме. Эта акция скорее работает против заявленной идеи о том, что Крым нужно вернуть Украине. Крым это в первую очередь люди, которые там живут. И вот именно за людей, если Украина думает о Крыме и дальше, Украина и должна бороться. А не просто за территорию, как мы наблюдаем на данный момент. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, о готовящейся блокаде на полуострове знали заранее. И пострадают от нее прежде всего сами украинцы. Ударит только по сельхозпроизводителям Херсонско-Николаевско-Запорожских областей. В первую очередь будет негативный эффект у граждан Украины. Я лично думаю, что все это вызовет в том числе ответную реакцию у жителей, проживающих на территории Херсонской области, которые исторически и традиционно имели связи с крымскими рынками поставок продовольствия. По данным Аксенова, украинская продукция занимает всего 5% от общего числа товаров в магазинах. В российском правительстве также подчеркивает, проблем с продуктами на полуострове нет. Мы соответствующим образом подготовились и регионы России, которые оказывают шерстскую помощь, начиная с апреля прошлого года, шерстскую помощь Республике Крым, обеспечили поставки в соответствующие торговые сети, поставки продовольствия, никакого ажиотажа, повышения цен в связи с этим на настоящее время нет. А в крымско-татарской общине утверждают, что поддержавшие акцию представители Меджилиса пренебрегают интересами своего же народа. Продовольственная блокада, блокада границы между Крымом и Украиной, это, скажем, один из шагов, предпринимаемых ими для того, чтобы отягощить ситуацию именно крымских татар. Потому что на сегодняшний день многие крымские татары занимаются торговлей между Украиной и Крымом. Тем временем организаторы заявляют, что акция бессрочная и продолжает сооружать на границе баррикады из бетонных блоков.